Ребята, вы, должно быть, видели световой меч в фильмах, который очень мощный, он еще режет вещи, а также уничтожает их, как будто на самом деле. Но все это видеоэффект, и в этом видео я собираюсь сделать реальный световой меч, который будет мощным и будет выглядеть как настоящий. Ну что, давайте сделаем это, не теряя времени. Сначала мы сделаем легкий, а затем немного опасный. Пожалуйста, не пытайтесь повторить этот процесс дома, это может быть очень опасно. Смотрите, у меня есть очень мощный лазерный луч, который может прожигать многие вещи. Но прежде всего моя идея сделать световой меч из этого лазерного луча. Этот лазерный луч очень мощный, работать с ним нужно аккуратно, не создавая ошибок. Изначально этот лазерный луч уже выглядит как световой меч, но есть нюанс, его длина больше, чем нужно. Но если ограничить его распространение, то он выглядит нужным образом. Первым делом я закреплю этот клеевой стержень вот так, и у нас получится маленький световой меч. Напоминаю, я делаю это для эксперимента, не более. Просто интересно, сработает это или нет. Если сработает, сделаем его полноценным. Итак, я кладу этот клеевой стержень сюда, и вы можете видеть, как выглядит этот свет. Он выглядит как неполноценный световой меч, так как он не может полностью пробить лучом до конца стержня. Из этого эксперимента можно сделать выводы. Для того, чтобы сделать световой меч, нам потребуется более прозрачный материал, который будет лучше пропускать свет и выглядеть как настоящий световой меч. Вот этот нюанс, то, что он светит не до конца, происходит из-за того, что клеевой стержень имеет большую плотность, а нам нужно, чтобы лазер полностью заполнял пространство внутри до самого верха. На этот раз для лазерного луча мы используем другой стержень. Внутри он полый, то есть пустой. Он сможет пропускать больше света. Кстати, в этом лазерном луче есть одна особенность, с помощью которой мы можем расширять или сжимать световой луч. Посмотрим, как это будет выглядеть. Конечно, выглядит лучше, чем предыдущий вариант. Этот как оригинальный. Сейчас нужно еще скрепить их вместе, чтобы выглядело как настоящий меч. Итак, теперь с помощью горячего клея я зафиксирую эту прозрачную колбу и устройство с лазерным лучом. Теперь посмотрите, как он выглядит. Еще я поставил заглушку в верхнюю часть нашего меча. Сделать это было не очень сложно. Я прикрепил ее также клеем. Ну что, давайте теперь посмотрим, как он работает. О, боже мой! Ничего себе, хоть и не настоящий, но с виду выглядит как реальный. На самом деле, я очень впечатлен от того, что получилось. Честно, я не ожидал такого результата. Чувствую себя как ребенок. Хочется прям немного поиграться. Ты готов со мной сразиться? А ну, признавайся. Механика работы меча здесь проста. Расширенный луч света рассеивается внутри колбы, а она светится за счет своей прозрачности. Ну что ж, теперь я собираюсь сделать еще один световой меч, который сможет разрезать вещи, а также выглядеть как настоящий световой меч. На этот раз я собираюсь использовать огонь, но незадача в том, что его пламя будет длинной всего в 2-4 дюйма. Это мало. Я думаю, что если я сделаю его пламя длиннее, то может получиться световой меч. Также нужно будет выпрямить трубку и будет выглядеть футуристично. Это всего лишь эксперимент, получится задуманное или нет. Сейчас посмотрим. Сначала я откручу эту деталь. Посмотрите, вовнутрь сопла в нем очень маленькое отверстие. Я хочу сделать его побольше, чтобы пламя стало длиннее. Получится оно длинным или останется коротким. Даже не знаю, в любом случае мы экспериментируем. Делаем все на свой страх и риск. Детали от горелки могут быть уже непригодны для дальнейшего использования. Теперь нам нужно все собрать обратно, чтобы проверить наш эксперимент. Все закручиваем, прикручиваем, фиксируем и поджигаем наш огонь. Я надеюсь, у нас все получится и мы сможем сделать пламя нужной нам длинной. Нужно прям, чтобы было длинное такое... Даже если не получится, ничего страшного. Это всего лишь эксперимент. Ой, какая-то фигня получилась. Что у нас из этого всего получилось? Потерялось давление и пламя просто идет вверх. То есть не так, как нам надо. В общем, получилась полная туфта. Сейчас попробуем еще один вариант. Смотрите, это газосварочный держатель. Из него может выходить пламя. Но для нашей задачи пламя должно быть длинное. Мы зажгем его и посмотрим, какое пламя из него может получиться. После этого мы сможем внести в него некоторые изменения и сделать длинное пламя для нашего режущего светового меча. А пока прошу вас, пожалуйста, поставьте лайк этому видео и напишите в комментариях, заходят ли вам такие эксперименты. Ну а мы начнем этот дикий и непредсказуемый эксперимент. Я включаю подачу кислорода. Кислород и ацетилен выходят из задержателя через этот смеситель. Оба газа будут выходить в определенном соотношении и мы сможем получить нужный огонь. Вы только посмотрите, какое длинное пламя. Хотя дым выходит вместе с ним. Еще длиннее получается примерно 6-7 дюймов. Мы можем вращать его в разные стороны. Вау, он очень длинный. Вот это я понимаю. Ничего себе. Вот это да. Как вы видите, я могу им управлять. То есть вращать в разные стороны. Тут самое главное соблюдать технику безопасности. Иначе можно повредить себе все, что угодно. Или устроить пожар. Очень важно, что этим можно прожечь что угодно. Мы с Раму решили поднести к нему фольгу. Офигеть, вы это видели? Давай еще попробуем. Еще, еще, еще. Вы только представьте, что будет, если его направить на шею. Вот сюда, чик, и все. Ребята, вы видели, как легко это можно было сделать? Огонь выходил из держателя газовой сварки, как луч. И у нас получился эксперимент. Теперь я хочу его выпрямить. Ого, поглядите. Теперь это выглядит, как настоящий световой меч. Ребята, вот такие варианты получили у нас. Мы экспериментировали разными способами. Какой вам понравился больше, напишите в комментариях. Поставьте, пожалуйста, лайк этому видео. И подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые видео с экспериментами. Спасибо за внимание.